Мы продолжаем курс олимпиадной подготовки учителей. Тема сегодняшней лекции это движение в поле силы тяжести, то есть движение с постоянным ускорением в пространстве. Давайте рассмотрим случай, когда у нас тело начинает двигаться в каком-то месте под углом горизонта. Это классическая школьная задача, которая требует определения дальности полета, высоты подъема. Ну и времени, в течение которого тело будет двигаться. Интерес представляет несколько особых случаев. Особые случаи это определение условий экстремальности, то есть нахождение угла альфа или величины скорости, при котором дальность полета будет являться максимальной величиной. Простейший случай, когда тело падает на ту же самую высоту, что и стартует. То есть движение вот так вот происходит по параболе. В этом простейшем случае мы можем определить угол альфа, который дает нам максимум дальности полета. Ну давайте это проделаем. Давайте это проделаем. Итак, рассмотрим высоту полета, h, и запишем основные уравнения. В каждой точке, в процессе полета, у нас действует ускорение g. Тело движется с ускорением g. Ну и действует на него силы тяжести, равные массе на ускорение g. Значит, поскольку ускорение g направлено только вдоль оси y, а вдоль оси x ускорение отсутствует, движения по направлению оси x являются равномерными. Значит, vx равно v0x и равно, пускай в начальный момент времени v с ноликом, равно v0 косинус альфа. Соответственно, x будет равно v0 косинус альфа t. Это равномерное движение вдоль оси x. Вдоль оси y движение является равноускоренным с отрицательным ускорением g. Значит, vy равно v0 минус v0y минус gt. Или же v0 синус альфа минус gt. Соответственно, подъем на определенную высоту y будет равен y нулевое, которое мы, вообще говоря, положили равным нулю, исходя из данной системы. v0y плюс v0y минус gt квадрат на 2. Минус gt квадрат пополам. Опять же, можно подставить сюда v0y. Получим v0 синус альфа t минус gt квадрат пополам. Вот эта система уравнений, которая здесь написана, однозначно определяет положение всех точек, которые проходят с телом. То есть, однозначно определяет положение траектории. Что можно из этого извлечь? Во-первых, давайте найдем время полета. Время полета t будет определяться либо из условия, что y равно нулю, либо t полета может быть найдено как время, за которое скорость изменится до значения равного минус... y-ковая составляющая скорости изменится до значения равного минус v0 синус альфа. Поскольку движение происходит без трения, мы предполагаем, что трения о воздухе отсутствует. И в конечной точке скорость будет направлена вот так вот, и она будет в точности равна v0. Давайте это проделаем. Время полета. Пускай у нас y равно нулю, тогда v0 синус альфа t будет равно gt квадрат пополам. Отсюда первый случай, t равно нулю, это, очевидно, стартовое положение. А второй случай, если t не равно нулю, то v0 синус альфа равно gt на 2. И отсюда t, t2, будет равно 2v0 синус альфа деленное на g. И это то самое t-полёта, которое мы хотели найти. Время достижения самой верхней точки траектории будет в два раза меньше, чем t-полёта. t-верхняя будет определяться из условия, что скорость в верхней точке равна нулю. v0y равно gt верхняя, и t-верхняя равно v0 синус альфа зелёный наш. Таким образом, мы нашли время полёта и время достижения самой верхней точки траектории. Давайте теперь найдём дальность полёта. Дальность полёта будет определяться из условия, что x равно v0 косинус альфа на t полёта. Значит, дальность полёта, назовемая буквой L, будет равна v0 косинус альфа умножить на t полёта. И будет равна v0 в квадрате умножить на 2 синус альфа косинус альфа делить на g. 2 синус альфа на косинус альфа – это синус двойного угла, и получим v0 квадрат синус 2 альфа делённое на g. Дальность полёта будет максимальной, когда максимален синус двойного угла. Синус максимален, когда он равен 1. Значит, синус 2 альфа равен 1. Это соответствует максимуму дальности. Максимум L. Значит, первое достижение синуса, когда 2 альфа равно π. Ну и, соответственно, альфа π пополам. 2 альфа равна π пополам, когда синус равен 1. И альфа отсюда равно π на 4. Ну вот это достаточно традиционная, простейшая формула, которая выписывается и описывает движение тела по парабле. Что будет, если у нас тело так же движется по парабле, но в конечном итоге оказывается не на той же самой высоте, а на какой-то другой, на высоте, скажем, h1. Давайте посмотрим, как изменится эта задача. Продолжение следует...